Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Казахи быстренько решили построить себе блокчейн-государство. И чтобы все было гладко, они решили взять все самое трендовое и лучшее, что есть на рынке. Правительство Южной Кореи разрешило местным финтех-конторам делать трансграничные переводы в битках. Вы помните, как называется самая древняя профессия? Кевин Янг и Майкл Убрейн задумали уникальный сервис по предоставлению сексуальных услуг. Недавно в сеть попал фотослив, как выглядит одна из самых огромных китайских ферм по майнингу битка. Недавно я листала CoinTelegraph и наткнулась на очень интересную статейку. Родной Казахстан подружился с нашим Сашей Ивановым. Нет, они не ходят вместе на рыбалку и даже не жарят шашлычок. Короче, казахи быстренько решили построить себе блокчейн-государство. И чтобы все было гладко, они решили взять все самое трендовое и лучшее, что есть на рынке. Тут тебе и Waves Platform, и контора Deloitte, и британская правовая система в качестве начинки. Казахстан начал сотрудничество с Deloitte, платформой Waves и другими компаниями, чтобы изучить, как технология может работать в правительственном аппарате. По мнению представителя компании Kesarif Consulting Натальи Шевченко, Казахстан стал второй после Японии страной, которая на государственном уровне признала необходимость развития криптовалютной системы. Развитие рынка цифровых валют на базе Международного финансового центра «Астана» является первым шагом на пути к созданию полноценной экосистемы для цифровой экономики в Казахстане. Kesarif и Waves присоединяются к Deloitte СНГ, подписывая меморандум с властями Казахстана о том, чтобы начать исследование, уже создав специальную рабочую группу. С базой проекта в Астане, использующий британскую правовую систему и инновационную базу, потенциал для того, чтобы Казахстан обошел соседние государства в гонке за блокчейн. «Мы рады, что власти Казахстана пытаются создать самые благоприятные условия для развития технологий блокчейн», – прокомментировал основатель и генеральный директор Waves Саша Иванов. Южная Корея решила выписать подзатыльник местным банкам и заодно передать воздушный поцелуй своей северной сестре. История в том, что правительство Южной Кореи разрешило местным финтехконторам делать трансграничные переводы в битках. Принятый закон вступает в силу 18 июля. Закон позволит финтехкомпаниям зарегистрироваться в службе финансового надзора FSS, для того, чтобы они могли легально предоставлять международные услуги по переводу небольших денежных средств, согласно сообщению The Herald. После регистрации компании смогут использовать различные методы отправки денег за границу, в том числе и с использованием биткоинов. Закон отдельно выделяет цифровые валюты с тем, чтобы разрешить денежные переводы в них. Ранее, как пишет интернет-газета Dalyan, цифровые валюты были незаконными в соответствии с законодательством о валютных сделках. Вы помните, как называется самая древняя профессия? Короче, у профессии уже борода до пола выросла, а со специальной монетой девчонки так и не разобрались. Ну, сами понимаете, столько дел, столько хлопот. Благо, пара парней, Кевин Янг и Майкл Убрейн, задумали уникальный сервис по предоставлению сексуальных услуг. Вся эта движуха будет называться Эрос. По словам создателей, платформа будет полностью безопасна и, конечно же, децентрализована. Более того, Эросы можно будет не только тратить, но и зарабатывать. В качестве местной валюты владельцы Эрос планируют ввести электронные деньги с одноименным названием. Они уже выпустили новую криптовалюту и открыли на площадке возможность первичного размещения токенов. Потенциальные спонсоры смогут получать 2% от общей прибыли и получат 25% скидку на все услуги платформы. Сервис уже привлек порядка 800 тысяч долларов на развитие. Пока что токены на сайте можно приобрести с помощью биткоинов или эфира. Недавно в сеть попал фотослив, как выглядит одна из самых огромных китайских ферм по майнингу битка. Майнеры битка распространились в отдельных районах китайской провинции Сычуань по причине дешевой электроэнергии местных гидроэлектростанций, ну и рабочей силы. Фермы расположены в огромных темных помещениях с серьезной вентиляцией. На фото майнинг-ферма размещена в здании с синей крышей, ну а рядом, конечно же, гэс. Так она выглядит снаружи. Обратите внимание на мощную систему охлаждения. А это коробки от майнинг-машин. Недавно здесь были куплены машины Antminer S7 ценой 490 долларов, которые заменят уже устаревшие Antminer S5, стоимость у которых на сегодня составляет 140 долларов. 550 машин работают круглые сутки и производят примерно 2,5 биткоина в день. Купленные майнинг-машины собираются рабочими. 550 машин будут работать круглые сутки, чтобы добыть примерно 2,5 биткоина в день. Рабочие живут на ферме, в мало обостроенных для нормальной жизнедеятельности общежитиях. В свободное время рабочие играют в игры на смартфонах или смотрят сериалы. Других развлечений в этом далеком от городов месте нет. Ну и так, чисто поджать. В среду, 12 июля, во время выступления главы ФРС Джанис Йеллин, прямой эфир на телевидении, перед другими высокопоставленными задницами из правительства, в кадр влез какой-то чувак. Поторговал там немного лицом, а потом показал всему США и Конгрессу. Не, не то, что вы подумали. Он продемонстрировал всей Америке плакат с надписью «Покупайте битки». Наверное, это самая пижонская реклама за всю историю. А на сегодня все. Подписываемся на наш канал. Да пребудет с вами блокчейн. Всем пока.